Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Общее воскресенье, прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых воскресилась Лазаря в Христе Божьем. Удивительный праздник сегодня мы с вами отмечаем. Лазарева суббота. Вот он, человек, друг самого Господа Иисуса Христа умирает. И мы знаем, что это было семейство еще две сестры Марфа и Мария. Где часто бывал Христос в их доме в Ифании. Как обычно, Христос путешествует по Палестине, и его не было в Иерусалиме, а был примерно два дня пути от Иерусалима. И к нему приходит вещь, что умирает. Тяжело болеет и от рук Лазар. Но удивительно, спаситель часто исцелявших больных, хромых, слепых, воскрешавших умерших, людей, которых он никогда не знал. А здесь его друг болеет. И, очевидно, сказали, что тяжело болеет. Христос не торопится пойти к болящему другу. Почему? Но еще медленно два дня, а через два дня приходит весть, что кумир Лазар. Тогда Христос говорит, да нет, не умер, уснул. И пошли. Значит, они шли еще два дня. Кроме этого, четыре дня. По обычаю иудейскому и по сей день. И здесь мусульман хоронят до заката солнца, в день смерти. Так и похоронили Лазар. Похоронили в пещере. Когда Христос пришел, помните, как бы сестры с упреком к нему говорят, ну что же ты, почему ты не пришел? Ведь если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат, ты бы его исцелил. Но сейчас уже поздно. Он умер. И Христос прослезился сам. Но потом говорит, пойдемте посмотрим, где он, умер. Пошли. Показали по обычаю пещеру, которую хоронили. Пещера завалена камнями. Лазарь, как это и было положено, был обвит. Пиленами, как помните, кто постарше, детей пиленали. И обвивали такой дряпочкой. Так меня тут повивали. Отвалили камень. Естественно, сестра Мария Камходу. А оттуда зловонный запах. И она со скорбью говорит. Ну что мы сюда шли? Он уже смердит. То есть, с пещеры трубный запах. Который, кстати, отличается от других запахов. Ибо здесь разложение как бы самой земной жизни. Но Христос не обращает на ее внимание, подходит к пещере. Но перед этим молится Богу Отцу. А затем встает. Наплотил входа в пещеру. А теперь представьте себе картину. Довольно большое количество людей, которые пришли, с одной стороны, посмотреть на Христа, а с другой стороны, Лазарь был почитаем и уважаемым человеком. Его многие знали и тоже пришли к могиле Лазаря. И вот эта обстановка, плящая жара, с пещеры трубный разлагающийся зловонный запах, Христос, плачущие сестры, народ смущения, Христос напротив входа в пещеру. И здесь происходит то, что никогда до этого не было. Да, и Христос воскрешал. Но, как правило, не только что умерший, А здесь уже Лазарь умер. Полностью жизнь из него ушла. И даже тело начало разлагаться. Но Христос, как Христос, как Творец, как победитель жизни и смерти, обращаясь внутрь пещеры со словами, как хозяин, Лазаря, гряди вон. То есть, выходи. Все в смятении. Что происходит? Куда гряди вон? Кто будет идти? Этот разложенный труп уже? Да нет никакого там Лазаря. Там гниль одна. Но что происходит? Вот он, повитый пеленами, с ног до головы, как мумия, идет. Голаза полны жизни. Походка свитована, твердая. Он, Лазарь, который умер, который разложился, он живой? Нет. Не может быть. С одной стороны, великая радость сестер, удивление всего народа. Но нет. Это не призрак. Это реальный Лазарь. которого четыре дня назад похоронили. Проходит отрыв и народ в восхищении. Народ прославляет, готов на руках нести креста этого чудотворца, пророка. понимает, что что-то не просто перед ними кто-то человек, а посланник Всевышнего Бога. И Вифания, место погребения Лазаря, это практически сейчас уже Иерусалим. А тогда был это пригород Иерусалима. Христос Христос повелевает твоим ученикам пойти и взять ослицу с осленком. Приводят, постилают, может быть, коврик какой, или одежды, на молодого необъезженного осленка на него садится Христос. И вот это является сутью сегодняшнего праздника. Вот это и есть вход Господень в Иерусалим. Господь въезжает, то есть едет на осленок, кстати, это обычное явление, поездка на осла. Но здесь необычно то, что он садится на необъезженного осленка, но смиренного и спокойного. Народ постилает под ноги осла одежды, режет ветви пальм, на руках дети, множество детей, и все восклицают. Асанна, Вышний, благословен гряды во имя Господня Царь Израиля. Господь, почему эти восклицания может быть нам не совсем понятно после двух тысяч лет, но суть этих слов понятна была им, ибо после грехопадения, после различных мытарств, плена, гонений, падений, рабства, еврейский народ был измученный. Но через своих пророков, через закон Моисея, через Писание народ знал, что Бог еще в раю дал обещание, что придет посланник неба, царь, который спасет род человеческий от греха. Но Господь говорил, что спасет всех, а среди иудеев было твердое убеждение, что пошлет Всевышний Господь Царя с небес, который будет царем именно племени иудейского, хранившего верность закона. Их умыслы были не сколько к небу, а сколько к земле. Они мечтали уставшие от рабства, от чужеземного ига, а во времена Христа Римская империя, железные римские сапог и твердая рука Рима покорила и Палестину, иудею. И они находились под так называемой нашими словами оккупацией Римской империи. Не было свободы. И вот они думают, вот он, вот он. Ведь Господь же говорил там еще на заре рода человеческого, что придет Мессия. так вот он оказывается. Он воскресил никого либо, а воскресил Лазаря из их рода. И не просто недавно умершего, но реально умершего, разлагающегося. Нет, это он. Это наш царь. Он даст величие нашему народу и мы будем править над всеми. Но как ложно, совсем другую миссию пришел исполнить Христос. Нет, он как Бог, Сын Божий пришел не царствовать над одним и для одного народа. Он пришел для другого, чтобы добровольно взойти на крест, быть убитым, преданным смерти сойти во ад и там очистить от тления греха всех бывших до него. Воскрес и уже осветив плоть нашу земную, очистив от греха вознести ее на небо. Ему постилают под ноги осла сидящего, сидящего на осле Христе одежды, цветы, ветви. Ему поют осанно, а он подъезжая к Иерусалиму произносит пророчества слова и плачет. Горе тебе Иерусалиме, разрушен ты будешь, не останется и камня на камне, и убьют сыновей твоих, и ведут их еще в горький плен, и пройдет всего семьдесят лет, будет восстание иудейское, и когда жестокая римская рука подавит этого стания, более миллиона будет убито жестоко и женщины, и дети. И как бы вычеркнуть из истории целый народ, ибо Римская империя была всемирной империей в те времена, выселят всех с Палестины, и с того времени начнется скитание еврейского народа по всему миру. Но корень этого заключается в том, что они распнут Христа, предаят Его смерти, и сами первосвященники скажут «Кровь Его на нас и начать их наше». Пройдет немного времени после воскрешения Лазаря еще накаленный воздух словами благодарности восхищения «Асанна не остынет, а уже шипение вождей иудейских, что если так будет смущение народе, то погибнет весь наш народ. Что же мы сделаем? Надо нам убить Его, убить, убить». и вновь возбуждая народ, который кричал «Асанна» будет жестоко реветь «Распни, распни, распни Христа, отпусти разбойника варабу». Вот мы стоим спустя две тысячи веков, две тысячи веков, две тысячи лет, двадцать с лишним веков, стоим и мысленно обращаясь к тем временам, невольно у нас осуждение, да что же такое, да какие же неразумные они были, не приняли, не поняли, Христа распяли. А теперь вопрос к нам. А сегодняшний мир кого просит отпустить, а кого распять, кого просил отпустить народ по научению иудейских паждей, варабу. Кто был вараба? Разбойник, убийца, негодяй. А что сегодня мы просим? Дайте нам свободу. Какую свободу? Свободу за которую Господь спалил огнем Содом и Гоморру. Свободу нашим порокам и инстинктам, свободу грехам, которые мы даже Русь не знала, и мы, старшее поколение, мало об этом слышали. мы что, напоминаем о Христе? Весь просвещенный кавычках мир ухмыляется над нами. Какой Христос? вон его из общественной жизни. На задворке нет места Христу, нет места вашему учению, нет места вашей евангельской нравственности. Нам нужна полнота счастья, которая в свободе, в свободе от греха и для греха. Мы не гоним Христа, гоним, не распинаем, распинаем весь двадцатый век. В одной взятой стране, имя которое Святая Русь, ругались над Христом, рушились храмы, жгли иконы святыни, сотнями тысячами, десятками тысяч убивали, распинали за Христа. Лишь только за то, что верили в Бога. И опять обращаясь к нашему старшему поколению, никогда не забуду, когда вот дни Святой Пасхи, накануне, стояли комсомольцы с повязками, шныряли различные службы, ловили за шиворот, особенно детей молодых, не пуская в храмы. против кого боролись? Против Христа, против истины безумцы боролись, разрушая страну. Но слава Богу, еще были у нас праведники и молитвенники, что Господь не попустил с нашей страной, так, как это было с иудеями, когда полностью разрушен был Иерусалим. Да, потрясло нас, но Бог, видя душу русского народа, сохранил Россию. И сегодня мы должны задуматься, где мы, с кем мы, мы с теми апостолами, которые пошли после воскресения на проповедь, на смерть, с мучениками и святыми, или мы с теми, кто в дикой толпе орал, распни, распни, распни его, или мы слышим вновь и вновь шипение против Христа новых иуд и князей непонятных, которые вновь и вновь стремятся изгнать, но же более утонченными методами Христа и его истину и заповеди из душ наших детей, из нашей страны, из нашего народа. Поэтому, дорогие мои, сейчас наступает скорбная неделя. Христос вошел в Иерусалим, а там будет предательство Иуда, будут грубые воины, которые возьмут Христа под стражу, будет поруганья. Эту седмицу пойдем со Христом, пойдем и будем сострадать Ему, пойдем с Ним и до Голгофы, и там поплачем, будем и участвовать в чине погребения, но с Ним мы, как жены мироносицы, как апостолы поторопимся к Его гробу, а там услышим благую весть от ангелов, что ищите живого с мертвыми, не где воскрес Христос. И эта радость пусть прокатится по всей России, пройдет через наши сердца, осенит наш разум, и мы вновь поймем, нет, христианство это не религия печали и скорби, христианство это религия радости, ибо Христос покорил не только грех, но и смерть. Воскрес Христос и мы через исполнение Его норм и заповедей непременно воскреснем. Аминь.